На встрече с учителями и преподавателями иностранных языков председатель правительства Ульяновской области отметил, если в области развития промышленности, наращивания и использования новейших технологий регион сделал большой и уверенный шаг вперед, то в деле пересмотра подхода к образованию мы, увы, топчемся на месте. Теряя не только возможности, но и престиж в глазах тех же молодых специалистов, ждущих после окончания вуза сказочных возможностей, нам нужно еще одно серьезное изменение. Высокое качество образования, которое будет способствовать развитию желания учиться всю свою жизнь. Сегодня пока в нашем образовании такого нет, начиная со среднего образования, так, помню, оно пока не воспитывает желание у людей учиться всю жизнь. Оно пока воспитывает желание у людей получить некие заветные корочки, которые якобы являются ключом в новой веке. Присутствующие на встрече представители иностранного бизнеса подтвердили, в регионе действительно достаточно высококлассных специалистов, востребованных в своих отраслях. За исключением одного – их английский не дотягивает до требуемого уровня. Бизнес-термины, специфические технические термины – все это находится в регионе в зачаточном состоянии. Для более глубокого знания языка требуется пересмотреть учебные программы. В пример приводятся страны Западной Европы, где дети с детского сада, помимо родного, изучают еще и английский язык. Возможно, в Ульяновской области такой подход и оправдан, но начинать лучше с развития той системы, которая уже есть. Первостепенной задачей является увеличение срока изучения иностранного языка в ВУЗе, так как сейчас мы рассматриваем программы двухлетнего образования языкового, трехлетнего образования различных специальностей. На мой взгляд, нужно увеличить этот срок изучения языка студентам до полного срока обучения в ВУЗе. И уже на старших курсах обязательно вводить бизнес-курсы иностранного языка. Кстати, в Ульяновской области с учетом плотных контактов с представителями немецкого капитала не помешают специалисты со знанием немецкого языка. Да и французский и другие европейские в накладе не останутся. Плюс китайский и японский языки. Регион активно налаживает контакты с восточными соседями нашей страны. Только в первые две недели этого месяца на ульяновской земле ожидается сразу пять международных мероприятий, где могут возникнуть трудности перевода. В Ульяновске нет профессиональных синхронистов. Наличие 10 тысяч профессионального отделения нескольких университетов, которые отвечают за языки и развитие языков. У нас нет ни одной компании, которая может за деньги. А синхронисты стоят в среднем 80 тысяч рублей в день. Стоит команда синхронистов с оборудованием в день. И мы приглашаем синхронистов из Казани и из Самары. Потому что в Ульяновске, к сожалению, нет такой компании. Именно поэтому эта встреча должна стать отправной точкой в расчете стратегии переформатирования системы изучения иностранных языков. Выход на более высокий уровень и грамотные специалисты во всех отраслях Ульяновская область снова ставит во главу угла развитие человеческого потенциала.